всем привет вы на канале ремонт apple алматы меня зовут марк и в этом видео мы будем разбирать mac mini mid 2007 года это еще те модели которые шли в алюминиевом и белом пластике вот квадратик достаточно очень крепкий по своей конструкции также до сих пор у людей они работают из данные маки но этот пришел к нам с проблемой перестал включаться сейчас мы будем разбирать смотреть что с ним не так итак приступим так вот давайте включим его посмотрим тут еще видите используется старый 9 разъем я использую простой монитор 15-дюймовый подключаем наш монитор через переходник тут еще у него странный блок питания тоже сейчас подключим достаточно вот мощный внешне потому что в модели начиная с 10 года блок уже у них используется внутренний до этого выпуска не использовали внешне там нестандартный как вот мониторов apple старого образца синего дисплей какой же коннектор так сейчас подключим его сори чуть сдвинул статив попробуем включить он здесь должна быть лампочка загореть он здесь лампочка она должна гореть включение она у нас не горит как выяснилось переходник оказался нерабочим сейчас пойду искать рабочих с переходником тяжко пришлось хендмейт сделать аккуратно это замотаем что-то на все держалось так вот сейчас подключим осмотрим под одним питомином вроде включился и тут же отключился гонг пошел загрузка пошла скорее всего у компьютера перегрев и есть какие-то проблемы потому что владелец сказал что в изображении нет вентилятор на полных оборотах ну как я вижу он пока загружается и так ладно приступаем к разбору конечно его уже разбирали вот видите непонятно ножом что ли выкручивали но примерно так здесь по периметру после снятия вот здесь основные болты то есть вот здесь вот здесь вот здесь и вот здесь то есть четыре основных болта который держит но тут он держится на одном болту который кстати тоже непонятно чем то ли шуруповертом открывали сейчас вот как я буду это все разбирать посмотрите видите такое ощущение что как будто шуруповертом выкручивали я выкрутил этот болт с помощью бокорейщиков в общем пока его откладок смотрите теперь нам нужно будет отсоединить все шлейфа ну чтоб разобрать вот где колонка динамик здесь есть шлейф идущий вот к этому датчику то есть мы его тоже снимаем но здесь он поврежден первый раз когда мы разбирали повредили снимаем шлейф теперь поднимаем кверху чуть-чуть отодвигаем сзади идет вот такой желтенький шлейфик поднесу поближе вот теперь отсоединяем его очень очень аккуратно то есть вот так поднимаем кверху и вот с этой стороны зажимный механизм просто берем очень аккуратно его отстегиваем все после чего он выходит все мы отделили жесткий диск на в этой части также здесь есть видите антенный модуль который идет на вай фай тоже отсоединил но он уже автоматом отсоединился здесь также cooling fan идет вентилятор охлаждающий процессор вот и мост видимо тут еще память доставляли silicon power стоит ddr667 2 гигабайта две планки ну вот практически весь доступ сейчас нам надо будет вот это все снять очистить от пыли заменить термопасту здесь под процон и также вот здесь где мост тоже надо будет заменить термопасту далее нам надо будет выкрутить вот этот болт который держит плату возле памяти то есть запоминаем чего откуда выкручиваем все выкрутили далее отсюгиваем шлейф прекрасного порта вот теперь с этой стороны здесь также есть шлейф кнопки включения тоже аккуратно его отстегиваем вот идем дальше пробуем слегка приподнять плату только задвигаем и слегка тянем на себя очень аккуратно вот все плата снялась здесь также щеткой все зачищаем видите здесь вот эти штуки на радиаторе то есть они не закручивают на видеокартах идут как их снять ну можно такую штуку использовать но лучше всего круглогубчики чтоб не закусить с нижней стороны где радиатор держит надо будет нажать до конца и вот эти ушки придавить тем самым очень аккуратно что и срезы все вышел также это тоже давим до конца нажимаем на ушки что не сломать очень аккуратно все это делаем то же самое здесь также здесь все вытащили вправо влево вправо влево так как тут уже прикипела все надо сдвигать право влево вправо 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 влев вот теперь можем отстегнуть датчик радиатора все 1200 стоит 2 гигагерцовый процессор также берем вот здесь где мост тоже аккуратненько радиатор делаем очень аккуратно ничего рядом не задеть не оторвать 1 пошел второй третий четвертый все снять также слегка вправо-влево 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 тут видимо будет тоже самое все вправо-влево вправо-влево вот она все радиатор снят тут видимо apple в те времена какую-то терморезину использовал такую наклеен соответственно компьютер в постоянном перегреве работы вот все теперь все это зачищаем счищаем вот это терморезину и наносим нашу фирменную термопастку которые используют в большинстве везде своих компьютеров это артиком x4 так пришло время я почистил теперь надо будет нанести нашу термопасту используем артиком x4 аккуратно размазываем ее в этой термопасты очень хороший теплоотвод и она долго-долго держится так аккуратно здесь также надо будет равномерным слоем намазать на самом радиаторе нашу термопасту тут и здесь где у нас мост тоже тонким-тонким равномерным слоем все термопаста нанесена теперь начинаем сборку далее переходим теперь к нашему вентилятору он у нас сидит на двух болтах фигурные отвертки накручиваем нам надо будет почистить лопасти на нем и по возможности смазать потому что так как он сильно шумит очень аккуратно поднимаем все так смотрим что он у нас идет разборный уже хорошо лопаткой поддеваем по технологии как ваймаков сделал вентилятор поддеваем аккуратненько лопаткой клипсы чтоб их не сломать сдвигаем и все попробуем вытащить не вытаскивается все теперь вот эти лопасти зачищаем щеткой сзади под наклейкой если есть возможность смазать то конечно лучше смазать если нет доставляем так как есть но не трогаем о да здесь можно будет масло как тут как раз идет стопорное кольцо трогать не будем просто где стопорное кольцо нанесем масло так процесс обратной съемки то есть вот эту штуку это у нас вайфай отстегиваем вот так вот на шлейфик отдельно платье его пристегиваем вот таким методом одеваем на желтенький шлейфик фиксируем его начинаем собирать что вот с этим вайфаем до постоянно проблема только надо вот так закатить и надеть так чтобы ничего не поджать ну соответственно чтоб вайфай клипса не отстегнул вот так вот ставим он у вас должен посередине проходить собираем здесь вдеваем эту штуку плату массу теперь так как тут не было болтов надо жестко его зафиксировать таких болтов не было доставляем сами чтобы четыре болта у нас было на месте ну вот компьютер у нас включился теперь он у нас работает загружается до конца вот вот работа выполнена я вижу тут его делали апгрейд поставили 4 гигабайт оперативной памяти и 750 жесткий диск поставили на него вот он наш чудо mac mini это получается середины 2007 года сейчас уже 18 год компьютер уже достаточно много лет 11 лет и он до сих пор работает вот apple умеет делать свои вещи именно старые долгожителями и так если вам понравилось это видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии если у вас есть вопросы я обязательно них отвечу пока пока с вами был марк до новых встреч а где хозяин да хозяин дома спит чаем еще делать но ты наш хозяин марушка ой 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 на подушке прям любит спать кто пришел сюда кнопка пришла кто тут ластится а кто ластится кто-то клянче да кто-то что-то хочет выклинчить что-то хочет на какой хитрый хитрый лис мол О О О О О О О О